Майские праздники начались в стране, ну а мы подведем итоги последней рабочей недели апреля. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте. И вот что было главным по версии корреспондентов телеканала ОТС. Вакцинация не предполагает о том, что вы не заболеете. Вакцинация предполагает о том, что если вы заболеете, то вы довольно с минимальными, так скажем, последствиями должны перенести любое заболевание. А вот машина идет, смотрите. Ну вот, собственно, мы с вами наблюдаем как раз тот самый выброс мусора, за который, по сути, надо штрафовать. То есть машина сейчас идет, она без тента, да? Вот смотрите, прямо на входе стоит. Вот почему? Ну, потому что мы приезжаем, чтобы быстрее взяли и пошли сразу. Вот кардиограф, берем, на все вызова берем сумку и кардиограф. Резиновые покрышки, бытовые отходы, всевозможный пластик и даже мебели техникум, чего только не находят новосибирские спасатели в малых реках. О Ростиславе Шилу, ушедшем из жизни пять лет назад, мы вспомним во второй части этой программы. А сначала о том, как наш регион готовился к длинным выходным с 1 по 10 мая. Как известно, решение главы государства принято по просьбе Роспотребнадзора в целях стабилизации эпидемиологической ситуации. Разговор о так называемой третьей волне все громче. Вот резкий скачок со среды на четверг в Москве сразу на 74%, а в Новосибирске ситуация пока ровная. Но постепенно и спад заболеваемости, который, вы видите, фиксировался с декабря, сейчас постепенно замедлился. На неделе было по 70 с небольшим случаев ежедневно. Но при этом в регионе идет вакцинация. Во время майских праздников десятки мобильных пунктов будут работать в крупных торговых центрах. Об этом на брифинге сообщил министр Константин Хайзов. А вот как он прокомментировал информацию о возможном повторном заражении коронавирусом, в частности, мэра Кольцова Николая Красникова. Официально мы услышали об этом, и я тоже услышал, и средств массовой информации о переболевшем мэре Кольцова. Но пока больше мне сказать по этому поводу ничего. А планируется, в принципе, исследование? Понимаете, вот здесь такой акцент очень важный и самый главный о том, что вакцинация не предполагает о том, что вы не заболеете. Вакцинация предполагает о том, что если вы заболеете, то вы довольно с минимальными, так скажем, последствиями должны перенести любое заболевание. Это касается и любой инфекции, грипп, плющевой энцефалит. То же самое происходит и с коронавирусной инфекцией. Поэтому никто не говорит о том, что получив прививку от коронавируса, вы не заболеете. Да, вы можете заболеть, вы можете встретиться с вирусом, но у вас есть антитела, и поэтому любые те последствия, изменения в организм, они должны пройти довольно легко. Что и подтвердил мэр Кольцова в своем интервью. На каникулы с 1 по 10 мая Минпросвещение России рекомендовало уйти и отечественным средним школам. Правда, министр образования региона Сергей Федорчук, выступая в прямом эфире нашего телеканала, уточнил, что это не каникулы, а не учебные дни, по аналогии с нерабочими. И вот ответ министра на вопрос о возможной все-таки учебе в эти дни выпускных 9-11 классов. Все, что касается ребят, которые учатся по шестидневке, каждая школа принимает решение сама, как она организует образовательный процесс. Мы рекомендовали, чтобы людей и детей, и учителей даже не дергать в образовательной организации, перевести все в дистанционный формат, вплоть до того, что обмен заданиями. И сейчас еще один важный фрагмент прямого эфира, на этот раз с министром природных ресурсов и экологии Андреем Даниленко. Дело в том, что большинство, наверное, горожан в эти дни отправятся на дачи, на природу, а правительство области тем временем объявило особый противопожарный режим с запретом посещения лесов, разведения костров, сжигания мусора и так далее. И даже шашлыки на мангале жарить нельзя. Телезрители уточнили, почему. Андрей Анатольевич, хочу прочитать вам вопрос. Поступил, просто хотят, видимо, уточнить. Скажите, а почему тогда в постановлении правительства области от 29 апреля говорится про запрет посещения лесов, разведения костров, сжигания травы, а про мангалы и шашлыки ничего не сказано? Потому что в этом постановлении и не должно этого быть. Про мангалы и шашлыки сказано, как я уже сказал, в правилах пожарной безопасности. Именно там определены критичные моменты. У нас написано в открытом огне, но мангал это и есть открытый огонь, поэтому это не требовало такого уточнения. Ну и про детский летний отдых. Пандемия старту детской оздоровительной кампании помешать не должна. В этом году на территории области откроют больше полусотни загородных лагерей и почти тысячу отделений дневного пребывания. Правда, работать учреждения будут по-новому. Наполняемость лагерей не больше 75%. Для персонала приобретут средства индивидуальной защиты и бесконтактные термометры. А в коридорах поставят очистители воздуха. В общей сложности отдохнуть в лагерях области смогут больше 100 тысяч детей. Согласно указу президента страны, родителям закупленные путевки будут возвращать половину их стоимости. Вот как это будет. Для этого путевка должна быть приобретена в режиме онлайн. Оплата должна пройти по программе лояльности МИР. И соответственно дальше будет 50% стоимости путевки возвращаться на эту карту, с которой была проведена оплата. Предварительно такая информация. Международный исторический диктант победы на неделе прошел и в Новосибирской области. 331 площадка и почти везде был аншлаг. Сюжет Константина Клещина из Сибирского государственного университета путей сообщения. Яблоку негде упасть. Так примерно можно описать аудиторию, в которой сегодня писали диктант победы в СГУПСе. Это в Сибирском государственном университете путей сообщения. Участники этой акции самых разных возрастов, самых разных профессий. Здесь же участвовал и писал диктант, причем уже третий раз, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Напомню, впервые эта акция прошла в 2019 году. Конечно же, это должно быть интереснее, чтобы даже те люди, кто участвовал в предыдущие годы, они были мотивированы снова испытать себя. Это раз. А второе, напомню, с прошлого года результаты диктанта победы для старшеклассников учитываются как дополнительные баллы при сдаче эго. Диктант победы – это название символическое. По своей форме он больше напоминает тесты. Тесты на знание истории Великой Отечественной войны, о роли сибиряков в этих событиях, о тех событиях, которые происходили в 20 веке, в 40-х годах. Страшные, трагические, но в то же время и великие, и памятные. О чем надо помнить? То есть это и есть та самая историческая акция, которая помогает сохранить память о великом прошлом и, соответственно, иметь будущее. Радостно то, что… Вот я немножко уже пообщался с ребятами. Радостно то, что, во-первых, те, с кем я, по крайней мере, пообщался, понимают и знают. Что это за праздник, и для чего здесь собрались. И самое главное, что с желанием, а не для галочки, не в обязательном порядке, с желанием – это уже хорошо. Еще раз напомню, акция «Диктант победы» пишется третий раз. Впервые это было в 2019 году. Тогда по всей стране в этой акции участвовало 150 тысяч человек. В Новосибирской области было всего 50 площадок. В этом году по всему миру 16 тысяч площадок, где пишут уже миллионы людей этот диктант победы. Константин Клещин. Итоги недели. В диктанте победы участие принимал и сенатор Совета Федерации, герой России Александр Карелин. И в интервью нашей программе он объяснил, почему писал диктант в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Здесь до университета была высшая партийная школа. До высшей партийной школы здесь в годы войны был госпиталь. И он очень ярко описан в воспоминаниях Зиновия Герта, где он лежит после тяжелого ранения и говорит о том, что смотрит в окно на какое-то удивительное, так жественное здание. Он имел в виду наш государственный театр оперы и балета. Поэтому здание историческое, и именно отсюда Зиновий Герц смотрел с удивлением на утверждающее гуманизм и искусство строения, хотя там, на западе страны, шли тяжелейшие, разрушительные, с огромными потерями бои. Поэтому я выбрал именно это здание, именно это вместилище, именно эту атмосферу. И ни минуты не жалею. Сейчас напомню, что военный парад в Новосибирске мы транслируем на нашем телеканале в прямом эфире и телеканале ОТР на девятой кнопке первого цифрового мультиплекса. Не пропустите, 9 мая. Так же, как и прямую трансляцию пасхального богослужения в ночь на 2 мая, это актуально для тех, кто смотрит эту программу в субботу, 1 числа. Ну а первомайские демонстрации и другие шествия на этот раз, как известно, отменены. А мы сейчас вспомним, как проходили первомайские демонстрации раньше. Например, в 1925 году, почти 100 лет назад. Вот уникальная хроника. Новониколаевск еще тогда. Нет асфальта, но заметны уже знакомые здания на Красном проспекте. И погода, видно, вот в тот день была не самая весенняя. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей, фиксируем все ваши звонки на номер 23810. Выезжаем на место событий, пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию новостей ОТС обратились жители Советского района Новосибирска и Наукограда Кольцово. Люди жалуются на то, что мусор со свалки, который уже много лет находится между этими соседними территориями, разлетается на близлежащие поля. И чем дальше, тем этого мусора, пакетов, тряпок все больше. Наши корреспонденты Александр Шпак и Александр Ведерников приехали на место, нашли нарушителей и выяснили, почему они так поступают. Ну вот есть река в Индии, самая закрязненная. Вот здесь то же самое. Сравнение с Гангом едва ли корректное, но определенно самое безобидное, с чем автомобилисты сравнивают путь от Кольцово до Академгородка. Свалка работает официально, вот даже много лет, и казалось бы, по закону все чисто, однако на деле чистотой здесь и не пахнет с помойных куч. Ветер разносит мусор в радиусе нескольких километров, пакеты, которым здесь нет числа, и многое другое потяжелее. Не нужно быть экологом, чтобы понимать полиэтилен, что разлагается в почве сотни лет. Не принесет пользы сибирской природе. Свалкой владеет жилищно-коммунальное управление СОРАН. За ответом на вопрос, почему мусор летит, мы отправились в кабинет директора организации. Вокруг полигона, ну скажем так, в радиусе 150 метров периодически пакеты появляются. Я, естественно, не отрицаю, да, такие факты бывают. В этом радиусе его вычищают дважды в год, говорит директор. А вот то, что за пределами летит не с полигона, показывает на карте. Вокруг специально высажен барок, чтобы задерживать разлет мусора. За него не вылетит и в шторм. Мусор вдоль дороги – вина перевозчиков, которых нанимает региональный оператор по обращению ТБО. Мол, не закрывают тентом грузовики, из кузовов валится мусор. Для того, чтобы мы убедились, любезно поручают заместителю провести экскурсию. А вот машина идет, смотрите. Ну вот, собственно, мы с вами наблюдаем как раз тот самый выброс мусора, за который, по сути, надо штрафовать. И у вас нет тента. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, у меня нет цепочек материалов. Не важно. Вы вывозите мусор. И таких машин десятки за день. Идут сюда и из Кольцова, и из Академгородка. Сколько вылетает из кузовов, а сколько с полигона видно невооруженным глазом. Как прекратить эко-кошмар? Готовое решение есть уже давно. Легко и просто. Можно встать на въезде и штрафовать всех подряд в размере 5 тысяч рублей, как минимум, за нарушение правил транспортирования. Подобные акции раньше проводили. Местные говорят, года два назад поле у дороги не походило на индийский ганг. Сегодня за грузовиками никто не следит. Журналисты ОТС уже отправили запросы в ГУ МВД Новосибирской области и регоператору с просьбой взять ситуацию под контроль. Александр Шпак. Итоги недели. И чем-то похожая история, связанная тоже с загрязнением территории. Но виноваты в загрязнении реки Тулы не водители автомобилей, не природные стихии, а все проще, безответные дачники, которые вместо того, чтобы вывести отходы на свалку, выбрасывают их прямо в водоем. И теперь сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы вынуждены устранять заторы на реке. Сюжет Марии Никитиной. Первым делом экипировка беззащитных костюмов, касок и страховочных тросов лезть в воду опасно. В результате обильного таяния снега в пойме реки образовался крупный затор. Скорее всего, это подмывание береговой линии, после этого ослабление корневой системы. И, соответственно, ветер и дерево в ту или иную сторону ему проще падает. Ну и тем самым она упала поперек реки, перекрыв, когда вода пошла, и образовался затор именно в этом месте. Посильную помощь специалистам оказали и местные жители. Дачники принесли садовый инвентарь, вооружили спасателей вилами и граблями и сами присоединились к уборке. Резиновые покрышки, бытовые отходы, всевозможный пластик и даже мебель и техникум, чего только не находят новосибирские спасатели в малых реках. Их задача освободить русло и устранить все препятствия для прохождения воды. На этот раз среди необычных находок телевизор и морозильная камера. Ее спасатели, кстати, пустили в ход и даже использовали как импровизированное плавсредство. В труднодоступные места, куда не могут попасть работники учреждений, которые собирают мусор, спасатели занимаются распиловкой и, соответственно, вытаскивают на берег крупные стволы, крупногабаритный мусор. Вывести и утилизировать то, что спасатели извлекли из воды, уже задача сотрудников районной администрации. Этой весной специалисты устранились десяток подобных заторов на малых городских реках. В основном работать приходилось на Каменке и Туле. Мария Никитина. Итоги недели. На неделе 28 апреля в стране отметили профессиональный праздник работники службы скорой медицинской помощи, или, как говорят на разговорном языке, неотложки. Первые специальные кареты для перевозки пациентов России появились еще в конце 19 века. Профессиональный праздник долгое время был неофициальным. Но внимание в это пандемийное время к работникам скорой помощи такое, что не заметить их героического труда никак нельзя. И теперь, по становлению премьер-министра, праздник этот признан официальным. А наш сюжет об обычном новосибирском фельдшере, работнице скорой помощи Доротеи Готлибовне Полухиной, которая профессиональный праздник отмечает уже 42-й раз. С 79-го года, когда пришла на скорую после ВУЗа, не меняла рабочий график. Сутки через трое Доротея Готлибовна спасает чужие жизни. 16-й на воздух, 1,6. Все, давай бумажку и поехали. Сильно действующие препараты в кармане, все остальное в медицинской сумке. Перед началом смены обязательно проверить ношу. Кстати, нелегкую. Весом 7 килограммов. Она собрана. Мы, я говорю, только кладем тонометр, глюкометр и пульсоксиметр. Вот это все, что мы должны положить в сумку. Все остальное уже собрано и готово к работе. За смену 10-12 вызовов. Больше не успевает. Подстанция в Академгородке. А возить пациентов часто приходится в городские больницы. С улицы Русской, например, ребенка госпитализировать в Мочищенскую поликлинику. Но Доротея Готлибовна не жалуется. Работа всегда добавляет адреналина. Интересная работа. Я вот люблю свою профессию и мне нравится, когда попадаешь в течение суток на самые разные патологии, на самые разные вызовы. Ну, мне было интересно. Каждому пациенту свой подход. Есть и кто требует, проявляет агрессию. Однажды даже пришлось вызывать психиатрическую бригаду. Слишком уж буйный больной попался. Но чаще, конечно, вызывают скорую вполне адекватные люди, о которых хочется заботиться. Даже она вот привезет человека, да, в больницу, да, так она потом звонит и узнает, как состояние больного, вот которого она привезла. А с чем положили, а правильно ли она установила диагноз. Александр Гнелицын и Ольга Ситникова – постоянные напарники Доротея Готлибовны. Много лет вместе на вызовы ездят. Партнер. Научила чему-то? Она научила. Вначале, когда только пришла работать в 2004 году, научила и уколы делать. И не то, что делать, а куда вводить, что вводить, как разводить, кардиограмму писать. И с больным разговаривать научила общаться. Всего на подстанции 8 бригад. Особо отдыхать не приходится. Только ночью иногда удается прикорнуть. В разгар вот этого эпидемии, там какой-то был наплыв очень большой вызовов. Допустим, вместо 3000 в сутки, ну, по всей станции, было 6. Представляете? То, конечно, допроска была очень большая. Нет такой патологии, с которой не приходилось бы сталкиваться за долгую карьеру. Инсульты, инфаркты, онкология. Единственное, раны не зашивала. В сумке и в помине нет шовного материала. Однажды даже роды принимала. Ребеночек появился на свет здоровым и крепким. Да и своих трех сыновей на ноги подняла. Уже пенсионерка, но сидеть дома пока не планирует. Делится опытом с молодежью. Дмитрий Антипов, итоги недели. А теперь о другой помощи, которая на водном транспорте и не скорая по расписанию. Навигация на АБИ в Новосибирской области уже началась. Но сквозного сообщения между рекой и водохранилищем пока нет. Лед еще не до конца растаял. А значит, и шлюз не работает. Но есть время для подготовки. Инженеры сейчас проверяют все системы и механизмы. Сюжет Анатолия Харитонова. Механики работают в головах. Так здесь называют бело-зеленые постройки, расположенные вдоль судоходного канала. Нижняя, первая и вторая средняя, наконец, верхняя. Специалисты устанавливают девятитонные затворы обводных галерей, проложенных под землей. Инженеры осматривают и гигантские двухстворчатые ворота, которые всегда открываются в направлении Обского моря. Именно через них теплоходы, баржи и катера проплывают из одной камеры в другую. Вот такие огромные колеса эксплуатируют здесь с того момента, как построили новосибирский шлюз, то есть с 1957 года. Это литье, чугун, сверхпрочный материал. Специалисты говорят, что износ зубьев всего-то один миллиметр. Главный механик уточняет, миллиметр – грубый подсчет. Специальный инструмент штанген-зубомер показал величину в пять раз меньше. По словам Максима Чернышкова, с советских времен здесь поменяли только электромоторы. На такие колеса впору вешать ярлык. Срок службы – вечность. 27 июня почти 64 года назад с их помощью открывали ворота первым судам, проплывающим через шлюз, теплоходам, служебному и Сойке, а также катеру «Гром». Кстати, это колесо имеет особенность. Его можно повернуть на 180 градусов, так как при открытии-закрытии работает только половина его части. То есть его еще даже не поворачивали на 180. В преднавигационный период начальник вахты Василий Зебров проверяет и ремонтирует электрооборудование, а с середины мая до конца сентября работает за пультом управления, пропускает суда. По нормативам грузовой состав, например, речной толкач с баржами, проплывает по каналу за 58 минут, пассажирский теплоход или катер – за 45. Предварительно запрашивается на судопропуск. По рации за полтора часа. Осадка, самое главное, судно, чтобы он у нас тут на мель не сел. Какая осадка? Минимальный запас под днищем должно быть 0,25 метра. Ну, 25 сантиметров. С верхней головы шлюза, где находится пульт управления, хорошо видно пернатую. Она провела у аварийных ворот всю зиму. Люди подкармливают утку хлебом и шутят, разборчивая. Брезгует черным, ест только белый. Птице придется искать новый дом через две недели. В этом году навигацию на водохранилище откроют 10 мая. Тогда же по судоходному каналу сможет пройти первый транспорт. Анатолий Харитонов. Итоги недели. Переезжают не только грузы и люди, а целые администрации. Например, Новосибирская районная. Казалось бы, рядовая депутатская сессия закончилась неожиданным предложением главы района перенести все офисы и кабинеты из центра Новосибирска в Краснообск, ближе к самой территории района. О логичности такого решения расскажет мой коллега Сергей Толмачев и покажет на карте. Сегодня в Новосибирском районе живет почти 150 тысяч человек. Администрация прямо в центре мегаполиса. Но органы опеки, архив, счетная палата – все это на других улицах. И если человеку нужно собрать пакет документов, например, на строительство или получение льгот, ему приходится побегать. Поэтому и приняли принципиальное решение – объединить государственные структуры в одном месте. Федеральные областные структуры, полиция, военкомат, прокуратура и другие организации, они также распространены по городу, что очень неудобно для населения Новосибирского района. Оно сегодня динамично растет и развивается. В среднем плюсуем по 6,5 тысяч населения в город. Конечно, это уже почти 150 тысяч населения. Конечно, созрела необходимость где-то локализировать, локально всех собрать в кучу, чтобы была управляемость, централизация, чтобы удобно в первую очередь было для населения. Административным центром станет Краснообск. Это единственный город в районе с удобной транспортной инфраструктурой. И географическое расположение тоже играет важную роль. В трех соседних сельсоветах – Вертуринском, Барышевском и Краснообске – живет больше 40% населения района. Стало быть, и депутатов большинство. Сейчас для решения проблем им приходится ездить в центр Новосибирска. Если администрация будет находиться в одном месте в Краснообске, то удастся существенно сократить транспортные расходы – как временные затраты, так и финансовые. В Краснообске очень много пустующих помещений. Они принадлежат сельскохозяйственной академии. Но экспериментов во многих институтах не проводят уже давно. Именно их можно будет использовать под административные нужды. Правда, для этого необходимо решить вопрос о передаче собственности. В большинстве все-таки это федеральные площади, да, это федеральное имущество. Но мне кажется, что если, допустим, проработать вот эти все вопросы, вопросы передачи федерального имущества в муниципальное, ну, они не вызовут особого напряжения. И федеральные службы, и муниципальные, и руководство Новосибирской области отнесутся к этому положительно, и все вопросы будут решены. В случае переезда все работники администрации будут платить налог на доходы уже в бюджет Краснообска, а не в Новосибирскую казну. Это явный финансовый плюс для района. Сэкономят и на аренде помещения в областном центре. Проработают новую транспортную схему. Необходимо будет запустить маршруты в другие сельсоветы. Сегодня создали рабочую группу, которая займется юридическими и организационными вопросами. Сергей Толмачев. Итоги недели. Телеканал ОТС совместно с Центром Патриотического Воспитания продолжает проект «Поколение Некст». Он посвящен молодежи, талантливой, целеустремленной. А почему такое название проекта? Известно, что в переводе с английского «Некст» это «следующий» или «дальше», то есть люди, с которыми связано будущее нашей страны. Сюжет Ксении Петренко. Роспись называется «Прорвется наружу» как знание, которое мы хотим, чтобы прорвалось у наших посетителей. То есть они вот так, как Леонардо да Винчи, вдохновились, переформатировались. Поэтому роспись такая, как вы видите, она не классическая. Анна Галеева переформатировалась сама несколько лет назад. Окончив художественное училище, посвятила себя искусству. Причем не только создает образы и картины, но и способствует развитию творческого потенциала коллег по цеху. И опытных, и начинающих. Здесь уже завтра художники на арт-маркете «Дёрн» представят свои произведения искусства. И получается, что «Дёрн» у нас будет в библиотеке уже второй раз. И здорово, что он здесь, потому что для художника это хорошая возможность реализовать часть своих продуктов. А для покупателя это возможность купить настоящее искусство. Всё это проходит в доме «До Винчи» – арт-платформа областной научной библиотеки. Пространство с кухней, прихожей, гостиной и комнатой досуга. Где можно прикоснуться к фонду искусства и реализовать любые свои творческие задумки. Площадка работает первый год. Этот первый год сформировал во мне такой очень устойчивый интерес к искусствоведению и кураторству. Собственно говоря, сейчас я считаю это своим призванием. И благодаря библиотеке я научилась из художника и преподавателя. Я поняла, что хочу быть именно исследователем искусства, искусствоведом и куратором. То есть тем человеком, который формирует концепцию, делает выставку. Выставки меняются раз в месяц. И уровень под стать музейному. Также Анна ведёт издательские проекты и регулярно участвует в различных конкурсах, предполагающих выделение грантовой поддержки. Это требует больших усилий и ещё больше времени. Кроме того, Анна организовала интегративную студию «Теплица», где дети одновременно изучают английский и рисуют. Если человек любит то, что он делает, он не может сказать, что сейчас 6 часов вечера, я больше этим не занимаюсь. Я прекрасно прихожу домой и занимаюсь тем же самым, только уже с дочерью. Признание своих заслуг Анна не требует. Вместе с тем, все её достижения отмечены на самых разных уровнях. Самоотверженность и ответственность, с которой она подходит к своей работе, яркий пример для талантливой молодёжи. Однако, чтобы добиться выдающихся результатов в любой сфере, одного примера недостаточно. Нужна поддержка. В чём и суть проекта «Поколение Некст». Мы продолжим встречаться с лучшими представителями новосибирской молодёжи, чтобы показать, сделать мир чуточку лучше под силу каждому. Ксения Петренко. Итоги недели. А в Новосибирском технопарке подвели итоги конкурса «Астарт». Это название такого бизнес-ускорителя. Научные команды в борьбе за право стать резидентами Академпарка представили жюри самые разные проекты. Автор программы «Научная среда» на телеканале ОТС Сергей Толмачёв поговорил с теми, кто умеет сжимать газы в десятки раз, поможет быстро сделать ремонт и отвлечь от депрессии молодую и одинокую маму. «Ну что ж, проведём эксперимент, добавим немножко газового гидрата в морс, посмотрим, как это ведёт себя на практике». За считанные секунды из тёплого морса получается холодный лимонад. Газовый гидрат – это кристаллическое соединение с уникальной решёткой. В таком виде метан сохраняет сама природа на антарктическом шельфе. И объём газа в каждом квадратном сантиметре спрессован в 180 раз. То есть его очень выгодно перевозить. Компания Антона Мелешкина создаёт искусственные кристаллы с характеристиками природных. «Искусственные газогидраты имеют массу свойств. То есть, первый уже сказал, очень много газа в нём можно хранить. Второй – это он больше охлаждает. В третьем, когда он образуется, он вытягивает из, грубо говоря, из смеси, там, вода с чем-то, он вытягивает только чистую воду. Поэтому там имеет массу глобальных применений». Ещё один победитель Астарта – Алимбашивзаде. Его проект связан с аквариумными рыбками Данио Рерио. Разводят риск гуманитарной целью. На рыбах проверяют новые лекарственные препараты. Ещё до экспериментов с мышами. Чтобы понять, может ли действующее вещество в принципе облегчить симптомы болезней, таких как Альцгеймера или Паркинсона. «Когда она показывает свои какие-то когнитивные дефициты, которые мы можем запечатлеть на видеокамеру, далее мы делаем ещё иммуногистохимическое исследование, делаем другие методы, которые подтверждают эту модель. После этого мы даём лекарства. Смотрим, помогает лекарство исправить эти когнитивные дефициты или нет. Если помогает, то это потенциальное лекарство, которое можно дальше исследовать и запускать доклинические и клинические исследования». В конкурсе ежегодно участвуют разработчики компьютерных приложений. Виктор Ильиних помогает тем, кто затеял ремонт. На экране телефона можно смоделировать помещение и дальше дело техники. «Посмотреть, как тот или иной материал будет смотреться друг с другом. Мы поможем рассчитать, сколько нужно тех же обоев, линолеума. Приложение посчитает, создаст смету, которую вы можете отправить в магазины рядом. На свой выбор можете во все подряд отправить, чтобы от них получить обратную связь, проверить наличие, а также цены сравнить». Елена Баканова тоже создала приложение. Девушка не понаслышке знает, как тяжело молодой маме после родов. Избавиться от депрессии поможет искусственный разум. С виртуальным другом можно говорить о чём угодно. «Бот выслушает, поддержит, поможет справиться с эмоциями, контролировать эмоции, определяет эмоции здесь и сейчас, когда это маме необходимо, и 24 на 7 в любое время, когда она испытывает какой-то стресс, возможно, гнев, срыв, эмоциональное выгорание». В этом году на конкурс заявили 52 проекта, победили 14. Теперь они станут резидентами Академпарка. Организаторы говорят, с каждым годом растёт средний возраст участников. Открыть своё инновационное дело хотят люди с опытом. Сергей Толмачёв, итоги недели. Что вручали на Пасху при дворе? В Новосибирском краеведческом музее как раз в эти пасхальные дни проходит выставка «Императорский подарок». В экспозиции больше 200 яиц из фарфора. На самом деле не все знают, что такие яйца были. Все знают про фаберже, все знают про прекрасные куриные перепелиные яйца, которые мы все скоро будем красить к Великому празднику Пасхи. А вот про этот замечательный объект знают очень мало людей. Нам показалось интересным и любопытным об этом рассказать. Традиции дарить на Пасху украшенные яйца не одна сотня лет. Но в России в 18 веке появился особый тип подарка. Пасхальные яйца начали делать из фарфора. Их расписывали различными орнаментами. Чаще всего цветами, но встречались и живописные миниатюры, пейзажи, лики святых, виды городов. Такие яйца изготавливали на императорском фарфоровом заводе. Их поставляли по двору. Члены императорской семьи дарили эти яйца приближенным офицерам и даже раненым солдатам. Музей показывает продукцию и других заводов, а также пасхальные яйца из стекла, тематические открытки, украшения и посуду. В основе выставки частная коллекция, но есть и предметы из фондов музея. С второй половины 18 века и вплоть до 1917 года включительно, императорский фарфоровый завод создавал каждый год пасхальные яйца. Причем они, естественно, различались сюжетами, ценностью. И был особый регламент. То есть это все было очень четко расписано. Сколько каких яиц должен был получить император или другие члены императорской семьи каждый год на Пасху. На неделе 27 апреля исполнилось ровно 5 лет, как ушел из жизни Ростислав Александрович Шила. Легендарный директор, который возглавил Новосибирский зоопарк в июле 1969-го и руководил им почти 47 лет. Благодаря Ростиславу Шила, как мы знаем, Новосибирский зоопарк стал одним из крупнейших в России. Площадь его сейчас 63 тысячи гектаров. Содержится около 11 тысяч животных. Их 700 видов. И всем этим огромным хозяйством руководят единомышленники Ростислава Шила, в том числе и его сын Андрей. А в видеоколлекции моего коллеги Михаила Мизева сохранились съемки 25-летней давности 1996 год. Новосибирский зоопарк Ростислав Шила и Андрей Шила. Смотрите прямо сейчас. Мы встретимся через неделю, 8 мая. Удачи! И самое удивительное то, что не так молодежь, как пожилые люди. Вот смотришь, мама ей уже лет 70, с дочкой пришла и с внучкой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok